На заре Признался в значении дорог и не знал, что путь так далек, а дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо, не верь, тишину, эту не верь. А зори здесь тихие-тихие, бинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие-тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лапа шмеля. На-на-на-на-на-на Всем привет! Сегодня посмотрим, как играть новую песню группы Любе «Азори здесь тихие». Оригинальная тональность до дис минор, это довольно высоко, и все аккорды на баре играть не совсем удобно, а вот удобная тональность ля минор. Аккорды в куплете следующие. На заре ты ходил по расе утром ранней. Ля минор, а, м, фа мажор, ф, до. Вторая строчка повторяется. «Ветер странствий сбивал тебя с ног». Дальше. «Ля септ». «Был, как и солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог». Можно сыграть просто ре минор, кому не очень удобно. А вообще там есть такой бас. Сначала бас играется на четвертой струне. «И не знал всех значений дорог». Здесь бас на пятой струне на третьем ладу, потом бас на пятой струне на втором ладу, а этот палец ставится сюда. И потом бас спускается будет ля. А здесь все время аккорда и минор стоит. Значит, мы начинаем так. «Не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек». Второй куплет повторяется одинаково. В припеве рисунок арпеджио на куплете. Такой перебор бас. И потом... Третья, вторая, первая, вторая, третья. На заре ты ходил по росе, утром ранен. Ветер странственный, ля, бас, пятая струна, на фа, четвертая. Взбивал тебе с ног, но до пятая ведь. Был как солнце лясо, пятая бас такая ранен. И не знал всех, знал всех значений дорог. Здесь, когда проходящий бас, мы бас играем, то арпеджио меняется немножко, будет так. Ре. И не знал, что путь так далек. И здесь можно добавить такой мотивчик на второй струне. То есть мы играем здесь на ми мажоре бас ми на шестой. Потом четвертая, вторая, третья. Ой, четвертая, третья, вторая открытая. Потом на так же опять четвертая, вторая и вторая. Вот четвертая, третья, вторая уже на первом ладу. Потом опять четвертая, вторая. И вторая струна на третьем ладу. И дальше второй куплет. А дорога. Вела от порога. Шелковистая была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога. И кричала мне эхо, не верь. Тишину. Ты эту не верь. Нужно так для красоты сыграть, хотя это не обязательно. Но когда, ну ты эту не верь, на ми мажоре сыграть так бас, проходящий ми, ре. Это четвертая струна на втором ладу. Потом отпускаем открытая струна. Пятая на третьем. И пятая на втором ладу. И пятая на втором ладу. И пятая на втором ладу. Тишину. А здесь вот посередине припева такой ход есть в басу. Сначала открытая струна играть. Потом на втором. Потом на третьем. И потом на четвертой струне на втором. Можно сыграть его отдельно. Нет. А дальше идет арпеджио вальс. Бас и три струны вместе. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. На ре миноре бас четвертая струна. Потом соль шестая. Пятая. Бас меняется. При пистоле бас меняется. Сначала основной, потом второй. Здесь один раз. На-и-на. На-и-на. На-и-на-на. На-и-на-на. И повторяется. На-и-на-на. На-и-на-на-на. здесь можно добавить такой бас вот так разобрали ну и еще там во вступлении можно как бы такое легкое вступление сыграть там играется арпеджио то есть прижимаем на первую струну на первом ладу и играем с третьей первая вторая третья потом отпускаем повторяется а второй раз так на первом третья открытая на первой струне на первом ладу на третьей открытая на третьей на второй струне на третьем ладу и на третьей но в этом месте уже надо петь на заре на заре так будет чисто вот такое вступление всем удачи играйте хорошие песни Музыка Продолжение следует...